когда вы русский мир здесь в москве попробуйте поставить на сразу посадят в тюрму за русским и можно умирать да там там как получилось что именно кадыр пришел вас позвать получается республиканское правительство чечни было более открыто диалога намного потом кстати было претензии в том числе как бы силовиков которые чуть-чуть очень полезно . много искал да и не надо там картинку мира ломать где те что-нибудь сломать лишнее восхваление русского народа повлекло ушибления гонгажем по принципу нерусский просвернин на такой явлинский от национализма все на сидит и что-то критикует там сопли жует у вас все неправильно вот русский марш у вас 25000 но он не такой вас картинки не те шрифты не те я такой чудо на поехали нигде статус русского языка принимали как ухты но как все разбомблено все развалено тысячи человек десятки погибло зато за стану со русского языка мы тебе может быть там спокойно здравствуйте меня зовут михаил светов у меня в гостях сегодня дмитрий демушкин бывший политзаключенный лидер националистов и поговорим мы сегодня про русское национальное движение про войну на украине а про репрессии с которым столкнулась национальное движение в россии и о том будущем которые которые ждет всех нас в ближайшие годы спасибо большое дмитрий что на суде спасибо что позвали ну и самый первый вопрос как прошла отсидка насколько было тяжело почему вас отправили в такую вот жесткую зону хотя по очень серьезным делом но это вопрос надо больше к тем кто меня отправлял туда почему они так сделали ну наверное с или воспитать меня то есть чтобы оказать на меня некое давление физическое психологическое чтобы видимо я исправился у нас же вообще существуют тюрьмы и изоляция от общества существует исключительно для лиц которых как судья пишет в приговоре невозможно исправить без изоляции от общества вот видимо картинка в интернете за русскую власть это та вещь которая нельзя в человеке исправить без изоляции от общества вот они изолировали и максимально видимо воспитывали меня это формулировка из ваших дел то конечно то есть у меня написано что до совершил преступление против основки сонного государственной власти преступление является опасным связи с этим исправление данного подсудимого невозможно без изоляции от общества хотя преступление средней тяжести вот и так далее то есть вполне конечно можно было дать условно там штрафы что угодно но нужно было наказать и перевоспитать вот воспитывали видимо прививали мне вот что нельзя чрезмерно восхвалять русский народ нельзя это то есть надо вот у нас в россии видимо другая власть то есть она не хочет чтобы у нас вообще русский мир там русские это все вне пределов границы рф существует вот русский мир можно строить такой продукт для внешнего потребления туда то есть вот а когда вы русский мир здесь в москве попробуйте поставить они на украине где-нибудь сразу посадят в тюрьму поэтому вот все туда ходите вот за русский мир сражаться езжайте там на украину воевать там не знаю засада сражаться за русским можно умирать да там там мне постоянно когда за русский мир воевать почему ты мне там предлагают с русскими воевать ехать куда-то либо там асада спасать либо и счет а вот в москве в питере и так далее за русский мир даже упоминать нельзя даже в картинках то есть вы получите преследование и большой уголовный срок за это и вот это вот было месть за недоговора способность по украинской теме ну там было много вещей которые они озвучивали но по украинской теме началась большая волна репрессий в принципе над националистами которые не пошли на поводу власти тогда и не поехали пушечным мясом воевать на украину потому что задумка была ну простая и гениальная у нас есть огромное количество пассионарно активных националистов которые абсолютно не устраивают власть и в идеале дать им вот эту идею они там и так и для свои планы стратегически воплощали а тут просто еще появилась пушечное мясо которое неучтенно можно уничтожать там то есть отправить пассионарных там 5-10 тысяч националистов практически обес крови движения туда всех активных даже если вот тысячу отправить там благополучно они все сложат свои головы сражаясь такими же пассионарными массами которых туда отправил порошенко и выдвинул на позиции чтобы не было майдана зачистил немного радикалов и вот эти радикалы будут благополучно там сидеть в окопах когда профессиональной армии стоит с другой стороны будет градом обрабатывать вот ну и еще глядишь ты до глубок где-то подстрелят то есть тоже неплохо такой идеальный союз идеальных воровских идеальный идеальный конечно правительств до утилизовать гражданского до лидеров которые под это дело подписывались были ну не подписывались а пытались подписать их подписать то есть они были те которые поумнее их там даже кое-где ставили там в планы какие-то в известность то есть давайте но к чести сказать русского национального движения все люди от кого зависела улица на тот момент на эту тему не повелись как правило там блогеры какие-то или люди которые там ничего и не значили не весили никаких колонн никогда на маршах не строили они легко как бы пошли на поводу это агитационной кампании за русский мир но у них не было к счастью людей которых они смогли туда сплавить то есть туда конечно поехало много народу но все-таки массово русско-национальное движение на эту тему не пошло и здесь в том числе я не буду скрывать и но моя была заслуга я всячески ну препятствовал и огромное количество командиров и лидеров движения по мастановил то есть чтобы они эти авантюры не лезли а буквально через там полгода через год уже им всем стало очевидно что я был абсолютно прав когда теме в 14 году ведь была такая многих эйфории они думали вот действительно там все и действительно в итоге они увидели к чему все повело то есть я им еще тогда говорил что вас всех там зачистят в итоге что и произошло там со многими потому что те люди которые оттуда уезжают то есть отсюда с туда уезжает они там сплачиваются они там организуются они там боевой опыт получают они там вооружаются ну глупо думать что их потом назад в россию возьмут то есть вот таких вот красавцев которые будут поезжать сюда рассказывать нам за русский мир которые они там воевали у вас об этом непосредственно был разговор с дмитрием рогозиным где он как насколько если я правильно помню где он вам предлагал собственно включить подключиться ко всей этой истории и в общем друг друга поняли нет это я понял да действительно вице-премьера делал нам предложение то есть первоначально это февраль был 14 года что мы должны собраться после когда мы отказались на более низкий уровень и там силовые ведомства уже нас определенные пытались убедить то есть что единственный у нас там сейчас вариант это вот собраться там написать там смету там укомплектоваться и поехать они даже я больше скажу без моего ведома меня поставили в известность что они там меня там вписывают там я там должен уже должность какую-то был занять мэром одного из города не буду называть то есть на этом категорически нет сказал как бы и конечно никого не поеду и более того людей не повезу там личные гарантии они пытались давать хотя я знаю что ничего не стоит по большому счету но тут даже не в личной гарантии дело было дело было в тех людях мамкам то как там глаза будем видеть не как вот даже свернемся нас то может и вывезут багажнике как одного деятеля небезызвестного на служившего фсб что потом остальным скажем извините багажник был очень тесный мы не смогли всех поместить туда вот если говорить про ваше предсказание 2014 года то сбылось практически все но вот например то что вы говорили про крым не сбылось убери что никогда крым присоединен не будет и именно его присоединение в итоге вдохновило огромное количество националистов туда все-таки поехать уже на восток украины ну присоединен опять же вот он юридически если мы берем там за пешки меморандумы и международные отношения он так сейчас еще будет 150 лет то есть ну де-факто входить а до юра нет и там огромное количество будет проблемы капкан в который залезли и вылезти из него сейчас невозможно потому что разрешить эту ситуацию ну очень тяжело я даже не знаю какой сейчас путь но позиция я говорю на украине была совершена большая фатальная ошибка потому что они начали войну за часть территории сорока миллионным соседом де-факто с такими же русскими людьми и сейчас какого-то диалога и единства абсолютно невозможно они на сто лет сегодняшняя наша власть она сделала для самостийности украины и конкретно воин владимирович больше чем бандера шухевич и все вместе взятые то есть и ленин который собственно и дал государственность украине вовсе там не бандера и шухевич да а ленин который создал ее в территориальных не границах советской россии и вот сегодняшняя власть сделала гораздо больше вот этих русофобов там как они сейчас называют и так далее бандеровцев и так далее для самостийности украина поэтому что они сделали они сделали это вечный очаг напряженности огромное количество русскоязычных людей русских людей стали противниками россии и сейчас они это будут пожинать это и они уже это столкнулись с этим информационным пространство в социальных сетях и везде везде помимо все прочего они дали точку сборки для украинской нации конечно конечно они делали самое главное что не хватало потому что еще там до 14 года в киеве было тяжело кого-то убедить там во враждебности россии и так далее там киевляне они были абсолютно лояльны и то есть я встречался там с лидерами украинских националистов в тринадцатом году и их мечта была там это 45 областей там колковская терновская львовская какая тут какие-то свои там сделать там образование они фактически сейчас все сделали вот эту точку сбора на поэтому исторически это конечно они не будут никогда благодарить сегодняшнюю российскую власть но де-факто они сделали больше для раскола какое будущее есть национальное движение сегодня как она может переформатироваться пережить вот эту травму как угодно русское национальное движение будет живо пока будет жив русский народ поэтому волноваться за ней не стоит пока живет русские в россии они очень плохо живут плохо живут но национальное движение не зависит от того живут русские плохо или хорошо она есть то есть вот вот эта вот общность она уже образует от формы какие будут русском со движение будет диктовать исторический момент это политическая ситуация то репрессивная машина которая сегодня есть сегодня конечно уже формате там начала двухтысячных годов или 90-х там как русском сальное единство до существует невозможно вы сейчас ни одну партию ни одну даже движение какое-то более-менее там оформлено русских националистов сделать не сможете только вам стоит знамя чуть приподнять вы себя и всех кого соберете недалеко с собой обречете на репрессии на обыске на уголовные дела на задержание и так далее пытки лагеря и тогда вы поедете там по этапам и сидеть вы будете не зэками где там сиделся цеповяз там с телефончиками крабами и так далее сидеть вы будете на спецблоках там на матросской тишины он где я сидел потом в корцерах там владимирских а с корцеров набора попадете где вы будете сидеть и стоять неподвижно по 8 часов в день и без разрешения нос почесать вам не дают вот и так далее то есть вы будете сидеть изолирована от основной масса осуденных будет сидеть очень жестко вам будут запрещать разговаривать месяцами если вы не сойдете с ума там то научитесь жить в этом формате ну выживите если там не заболеете не простудитесь не подходите до биркулез и тогда если вот эта часть гражданского общества никак не будет оформлена то каким же образом можно будет отстаивать свои интересы даже в тот момент когда если когда путин уйдет рано или поздно все таки вы знаете в чем обратная сторона медали когда вы все уничтожили все подв gustaría будет нас все ответственно вот правильно высказали псу напально вещь вот власть на сегодня она решила взять на себя всю ответственность за все происходящее а происходящее мы видим не очень радужное и не очень все замечательно получается и вот чем хуже получается тем большее это ответственность появляется людьми к этой власти сегодня все стабильно сегодня все вроде как-то контролируется завтра не будет генералов лидеров и организации появится для этого много времени не надо когда были там столкновения из-за убитых фанатов на манежной площади там генерала мгновенно появились когда случился украинский майдан вы посмотрите там все спикеры которые были изначально майдана пропустили вспышку и в итоге когда они там вели переговор с януковичем о досрочных выборах и договорились с ним поехали на майдан а им сказали там дети отсюда все здесь есть и обратная сторона в том что у майдана не получилось сковырнуть воровскую власть они сковырнули конкретного мора вы поймите что революцию задумывают гении до совершают фанатики а пользуются плодами подлецы никогда вы те генералы которые выходят на улице никогда эту власть уличную она какое-то время у них будет не могут ее монетизировать и перевести во власть политическую придет время тектонический сдвиг произойдет выйдут уличные массы сразу оформятся националисты появятся новые фамилии имена потом выйдут и старые люди игроки на сцену и будут рассказывать что мы вот мы так все и предсказывали что так все и будет вот хорошо вы нас там слушали все вот но многие многие конечно это власти еще на многие хватит сил многие конечно жизнь сложна всем не выжить надо такой достаточно пессимистичный взгляд все-таки на на мне почему я не абсолютно оптимистичный взгляд на будущее она как на такой абстрактный очень будущего все будет хорошо но не у всех и не ближайшее время нет ну почему мы не знаем у нас стабильность вот это может сломать там все что угодно вот кто мог предсказать что там убийство фаната там создаст манежная площадь или еще там какие-то события то есть неосторожное высказывать чиновник какое-то событие какое-то убийство какое-то там социальное потрясение да что угодно может стать то что настолько общество сейчас получила недовольство внутри себя что абсолютно незначимые для нас вещи и факторы как вот мы бы их оценили могут вызвать которые раньше бы абсолютно спокойно проходили могут вызвать какой-то взрыв а взрыв может вызвать дальнейшую эскалацию вот например я абсолютно уверен что если бы когда начались протесты на болотной площади если бы лидеры болотной площади тогда были несколько поумнее в плане управления людьми организационными вопросами то все было бы совсем по-другому помешала их разобщенности грызня за тайбуну и поспорили там выступать перед там ста человеком всю жизнь а тут вдруг там 100 тысяч москвичей там пошло и они просто начали бороться немного рановато между собой вместо того чтобы заниматься тем ради чего они туда пришли вообще появились и тогда не хватило очень многих резонных моментов которые я сейчас не расскажу потому что расскажу мне посадят вот опять же но надо было конечно все сделать в 2011 году и власть себя достаточно умно повела она активировала там своих агентов власть испугалась и в отличие от них имела единство в принятии решений они же к сожалению единство не имели вот они тянули одеяло и выясняли кто у них там главный про протестом выяснили протестов уже только вот не стало тех вот а так выяснили все молодцы но сами вы начинали с баркашовцев если не ошибаюсь нет начиналось раньше с группы субкультурной молодежи на арбате это 95 год был собирались мы там течение какого-то времени вранье уже вот именно такой политической деятельности 6 апреля девушку года я занялся много там должностей прошел и как бы двигался потом девяносто восьмом году мы собрали славянский союз 99 мы официально его оформили и на протяжении 11 лет как бы существовали но он такой был то есть довольно радикальный то есть на тот момент была крупнейшая организация то есть русских националистов в россии но потом появилась 2005 по моему движение после легальной миграции с которой мы параллельно двигались 2010 руководители нашей страны момент медведев был президент а путин был по миру министра высказались по поводу нас ну и мы сразу поняли что все как бы наша деятельность была закончена там был опрос в целом а который показал что какой-то не помню уже точно какой-то очень большой процент российских школьников поддержки идеи славянского союза там был такой скандал что наши да наши проиграли даже вопросе нам движение наши на тот момент кремлевского селиги русская там некименко они проиграли и у нас причем была намного меньше известность но абсолютно больше популярность было медведев сказал что типа надо проверить что существует таких организаций накануне 65-летие победы вообще кончувственно ну после этого мы как бы поняли что все и буквально там пока города москвы через два дня из к мозгу суд подала запрете движения и они его запретили на основании того что в целях и задачах объединения была фраза что цель объединения это защита прав и интересов коренного населения россии всеми возможными способами и они фсб выступили с иском что под всеми возможными они в том числе подразумевают незаконные ну чушь собачья то есть вы успела пеха это был даже не утвержденный устав на съезде это был проект устава там было написано почему потому что три раза съезд как раз фсб срывала каждый раз к мы пытались провести съезд приходил спецназ его он просто не так и не состоялся когда мы были в суд мы столкнулись еще с гениальной то есть тактикой власти мы не были допущены на суд как сторона процесса меня признали лидером объединения но на суд не пустили это как может а так что по закону представлять объединение может человек имеющий только высшее юридическое образование и в итоге когда я поехал на судебное заседание объявлено было объявлено на суде что сторона процесса это минюст фсб прокуратура и все а нас посадили просто в зал искали себя сидит тихо в результате встает прокуратура и говорит мы хотим приобщить к делу следующие материалы показывает бумажку и отдает копию фсб копию минюсту судья вы не против нет мы не против мы говорим а можно взглянуть а вы сидите тихо на третью реплику из зала нас вывели оттуда типа не мешайте меня они поразили в правах мое объединение не запретили связи с этим ограничили меня в праве создавать новое объединение политически религиозные занимать руководящие органы в любых политические организации но мне же не дали слова там даже представляете как это по конституции странно получается меня в правах поражают но слово мне не дают более того я не могу обжаловать это решение потому что я прихожу пишу а мне судья это ты вообще кто такой ну что ж ты лидер объединения вы не представитель затем мой адвокат с юридическим конечно образованием идет туда пишет обжалование ему опять не дают они говорят вы извините вы должны получить доверенность от совета объединения то есть у вас руководящий орган написан это политсовет вы должны получить письменная бумагу доверенность от него заверенную это реально адвокат гайта таким образом они говорят ну вот вы должны провести собрание она должна вас уполномочить вы должны получить бумагу и уже обжаловать адвокат гитну секундочку вы приняли решение которое немедленно вступает в силу о запрете деятельности объединения и по этому закону любое собрание руководящего органов является продолжением деятельности подпадает под статью 282 сообщества продолжение деятельности запрещенной организации а запрете ее деятельности вступив в законную силу это срок уголовные судья смеется да вот папа это 2015 год декабря продолжение абсурда произошло спустя не долгое время уже потом потом до личный процесс выходим у нас возбуждается нам сначала был прессинг после этой украинской как бы нежелание работать там за 10 месяцев 12 задержания спецназом то есть просто не давали жить то есть везде вот кто в москве там работал спецназ там какой есть там альфа была сначала домой прошла потом был этот собр была там рысь был омс он был амон там нам туда к нему нам все в москве кого-то берут они вот все наверно ко мне приезжали то есть и это дома это на тренировке в братьеве это на соревнования шипиловской школы там где 7 школ людей положили задержали это в клубе сэван семи человек спецназа вошло всех гостей там избили и так далее это это постоянный то есть это вот это было 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 по вам такая череда это в центре вот на кузнецкой меня задержали то есть вообще без оснований то есть просто и сажали там какой-то адрес торговался матом там 8 суток 10 суток 15 суток опять 15 суток то есть вот 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 так вот у меня все шло 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 а потом и в какой-то момент устали фейгин сидел и гейл дима все дмитрий давай все те конец вот я такой ну будем как бы оставить свою позицию кому едем а куда мы бросим всех людей вот и тогда была позиция принципиально выйти и ходить судить на суете открыто но они здесь с мошенничали они отказались нас судить открыто мы они возбудили дело вот по картинке они сначала вменили 7 эпизодов 280 их первых 7 картинок там было пять надписей но некоторые надписи были с разными изображениями там голова девочки и голова мальчика и они еще отдельными эпизодами модель сменить они вменили цитату императора александра третьего с его изображением ну то есть там чушь вообще это след для полосков был гсу главное поле россии для русских и по-русски на которые да вот в манеже причем висела эта тема в тот момент и когда он это все оформил подъявил это обвинение уже все оформила и отдал на путь покорного пока года москвы ну подумал что это слишком даже для них то есть ну смеяться все будут взял это вычеркнул там 7 оставил одну одну картинку только в итоге мы выходим в суд к первый суд закрытый объявляют абсолютно без основа без основательно ни одного основания даже не повели на а еще экспертов допросили там вообще боже там еще вашей поехали две бабы эксперты которые заявили что излишнее там так и написано излишнее восхваление русского народа повлекло ущемление гонгажин по принципу не русских на что мы ей в суде заявляем его знаете вот лозунг защитим права трудящихся его используют иногда левый он ущемляет у граждан по принципу тунеядцы не моргнул глазом она говорит да я бы дала заключение что до ущемляет после этого судья взголоснула и с поведений сторон уже с последней стадии она поняла возвращает дело на первую стадию и возвращает дело пока с формулировкой не вижу состава преступления расследуйте они не успокоились не остановились судью эту в отпуск там или куда-то не знаю убрали и нашли нового судью нашли нового следователя провели доследование опять же в калуге сделали экспертизу первоначально статья у нас в мидс московский есть институт на хорошие которые все делают первоначально следовали послал шумиться но через месяц они оттуда все забрали по причине того что мидс просто им объяснил что ребят не натянете здесь на демушки на не курс своего преступления поэтому они нашли сначала в чувашии а потом провели доследование в калуге нашли новых экспертов которые кстати тоже заключение написали сомневаясь они даже сам заключение пишут что здесь много значений какой именно демушкин имел ввиду мы не знаем что может быть и такое может быть и такое но учитывая там его личность наверное имелось ввиду это хотя с точки зрения экспертизы очень нонсенс чтобы там они подсудимого определяли какие-то там эти там и это вообще не дело эксперта оценивать подсудимого и чего он там это самое то есть там вообще дело ну не клеилась тем не менее молодой судья филат в 27 летний на тот момент они его нашли он там ударно провел суд опять же закрытый представляете вот мы опять же едем на суд он начинает с первое заседание там съезжаются журналисты съезжаются люди а им уже на входе охрана суда заявляет что не надо получать аккредитацию суд будет закрытый на что мои адвокаты гая слушать а вы-то откуда знаете у нас еще прокурора у нас не было первого заседания еще прогул даже не ходатайство суд не рассматривал как у нас седание будет открыто или закрыто у нас нет ходатайство прокуратуры защиты от закрытия суда а вы уже нам объявляете решение журналисты может вы нам и приговор уже объявите здесь они стоят там улыбаются все спецназ нагнали результате трижды фальсифицировали протоколы судебного заседания трижды мы писали судьи филатову о том что вы фальсифицирует протокол и трижды он нам отклонял голда нет все нормально мы просили полный беспредел конечно мы просили провести сверку у нас свидетели обвинения два деятеля нода приходит первая приходит девочка нагибина и она пресс-секретарь федерального полицовета пресс-секретарь нода федорова того самого приходит хвостушин мальчик который незнаком якобы с нагибиной как там пояснялось а потом мы находим что он начальник московской управы но на то есть ну так нормально да получается двое пришли они под вымышленными именами написали заявление якобы увидев эту картинку возмутившись и вот как бы вот начался вот этот процесс откровенно выходя в процесс на вопрос адвоката как бы как в относит демушки но не заявляют это враг россии там его надо там посадить расстрелять и тогда адвокат три раза этот вопрос уточняет судья затыкает адвокатов и говорит мы уже услышали ответы зачем вы по три раза спрашивать одно и то же и какое было наше удивление когда мы получаем протоколу судебного заседания и там абсолютного этого нету а есть ответ свидетели о том что нет они к демушкину не испытывают никаких непоязненных отношений и дескать абсолютно как бы нет у них там никакой мотива его клеветать но на этот беспредел мы уже то есть ну просто мы сидим и говорим там ну совесть и должна быть вы закрываете процесс и откровенно фальсифицируете даже то что вот люди вчера приходили то есть говорили и так во всем почему власть боится если они говорят что там это преступник мы его судим так почему преступника и будет открытого публичного суда он то должен стыдиться и стесняться стыдиться и стесняется власть в итоге которая меня судит и закрывает суд но это нелогично с точки зрения конечно они информационно проиграли кстати силовики потом не говорили что те издержки репутационные которые понесла российской федерации два года с тобой там муссоли твою дело они конечно как их руководство скала сильно перевешивали тот положительный эффект которая дала собственно его паса а какой они рассчитывали положительный эффект добиться не знаю что заткнуть они думали что я там признаю свою вину получу маленький срок пойду на сотрудничество и все там условно там дадут мне все а предпринимать попытки внутри собственного движения зачищать себя от но вот людей похожих на провокаторов которые вы приносили на русский марш свастики конечно конечно все движение работала эволюционировала и все не шло понимаете когда вы создаете всероссийскую крупную структуру у которой у вас 64 субъектах есть представительство вы ее создаете не с целью нападать на дворников в поверьте мне потому что нападать на дворников надо закрытое сообщество несколько человек ожидать она вообще чтобы было минимум чтобы никто никого не сдал потом естественно если вы создаете структуру там в которой состоит у вас там десятки тысяч человек с целью там совершения преступлений то вы уже 20 лет назад отбывали бы пожизненное заключение где-нибудь там в полярной сове сидели бы и о том что они за 25 лет моей деятельности смогли мне вменить только картинку за русскую власть говорит о том что все-таки я не только не занимался этим но и никогда движение конечно не ставило целей там на кого-то нападать мы понимали что да у нас были какие-то моменты по миграции мы выступали за против там переселение сами не адаптированы группы граждан там с одной территории на другую это это не проблема русских это межнациональное столкновение везде мы было бы вы там узбеков карачао черкесе привезите будет то же самое то есть еще хуже будет чем здесь тоже действительно они сделали массовое переселение мы действительно выступали против действительно мгм что там там 2 миллиона там азербайджанцев это действительно угроза там русским здесь действительно угроза коренном населении потому что это лишь своим традициям своим менталитетом их много они приехали здесь нельзя так допускать потому что исламизация исконно славянский территорий еще какие-то моменты есть традиционные места ислама да там татарстан там чечня там кавказ там все пожалуйста ну если вы начинаете здесь заселять там миллион мусульман они естественно просят там религиозный культ свой соблюдение каких-то правил своих основ но в итоге местные это тоже коренные жители они тоже задаются вопросами а почему тут так происходит она почему у них там вот это это проблема власти они должны решать и не за счет местных граждан поэтому да мы действительно вопрос поднимаем и будем поднимать а как получилось что именно кадыров решил вас позвать чечню ну кадыров был единственный человек на тот момент который имел смелость неправильный момент на слово был согласен легализовать как бы у них были свои в чем был его интерес многом было интересно начнем с того что это знакомство то началось это с конфликта вовсе они вниз приглашения там это была длительная история когда мы эту тему активно критиковали там это было я не буду лично пересказывать там были угрозы было очень долгое непонимание и потом она просто вылилась в тот момент когда надо было уже встретиться ну может не с ним там но с кем-то то что уже начались там какое-то время слежки там велись 90 вот этими пятыми номерами то есть был какой-то момент когда я там выступал нет по радио были там звонки там в лицо типа можете это сказать что там конечно любое место и время не любит ну хорошо там пролетать мы-то рассчитали конечно москву нам подтянуть людей собрать и вопросов выяснить если мы сказали что любое место и время побеседовали потом они срок там один на один это было как-то было нет я никого я в одном человека туда взял не был способ защиты людей абсолютно мы понимали что на деле майки русский тогда я взял там человека бездетного я говорю слушай ну тебя убьют не так жалко если что там я не буду сейчас тащить ребят у которых там семьи дети там там был там максимов такой у меня там ну поехали как бы поехали хотя я конечно ну узнал что скорее всего там ничего конечно не случится потому что ну если же мы едем как бы по приглашению то слушать нас там убили бы вообще как-то ну странно было с вообще никто не беседовал бы я подумал что не будут если будут там что-то случится то здесь вот тем не менее как сам мы поехали и мы повезли туда абсолютно большой багаж подготовленных претензий которые мы имели этот момент вообще собрали все что русский национализм имела в момент мы собрали там этнические конфликты которые были там москва пятигорск питер у нас был собрали вот эти все вопросы полетели и встретились мы там с разными людьми сначала она встречал там министра национальной политике саралиев потому что есть начальник полиции там долго беседы и так далее мы там ездили одних людей другим глава парламента нас принял и мы многие вопросы поднимали и потом уже встретились там с деятелями религиозными лидерами со старейшинами лидерами и уже потом встретились непосредственно с кадыровым и многие вопросы которые мы подняли они сильно заинтересовали многие вопросы оказалось мы не понимали потому что у нас была информация и понимание этих вопросов со своей вот этой уличной стороны многие вещи которым озвучили нам как бы сказали ну не вопрос федеральный центр вот какая-то ситуация по ним ну я могу пересказать кит темы то есть где мы уперлись в итоге то есть мы уперлись там по запросам прокуратура еще каким-то вопросом но многие вопросы мы поднимали гель его смотреть там вот это вот так вот это вот так на что люди сидели гели но откуда мы это могли знать эту информацию нам принесли кто участники родственники ведь не было же людей которые пришли и сказали другие стороны вот давайте вы будете рассказывать нам теперь другую сторону ходить и по им официально ответственно за это давайте рассказывайте мониторики работаете там с нашей стороны мы вас поддерживаем все работать вот тоже самое по компенсациям тоже там был большой спектр а вот давайте вот берите от вопроса пациентам это берите горит на вопрос работать здесь говорит никто этими занимается леет вопрос чужды зачастую как бы сложный как были пост мы не понимаем вот и на удивлением но это получается республиканское правительство чечне было более открыто диалог намного они они в некоторых вопросах были необычайно наивные я вот по мину не буду пересказать то что они какие-то вещи здесь озвучивали что но я просто не понимал не жили вы действительно так думаете что в россии так все работает на что люди там надо тоже понимать что там люди долгое время находились в войне и там из время в паре за машине есть например могу мне там скале а почему ваш движение там давайте там искорените проституцию москве от космысляет ну там же есть вот эти проститутки там вот они там это вот ездить там это сестры все там возьмите там и священника там вы там возьмите поехайте там скажите нельзя это там ты там это мать будущее там это все делать нельзя но сутенером там ноги переломайте выкиньте их там в канам куда-нибудь которые будут огонь ну я бы приняешь его сейчас сделану это что будет это подъезда ноги полиции которых крашу и там все ранитки ты что хочешь мне сказать что там сотрудники полиции проституты крашивает я такого я вам говорю сейчас только расскажу и никогда вещи я там рассказывал и потом кстати было претензии в том числе как бы силовиков который чуть-чуть вообще полезно слишком много искал да чудо полезно там ты не надо там картинку мира ломать ты где те чуи не сломают потом там приходишь там и многие вещи по-другому я много не могу пересказать потому что это надо просто это двусторонняя тема была но многие вещи мы поменяли то есть многие вещи но вот на картину на понимание мы изменили и люди конечно потом говорили слушайте а вот а а вот это как а вот это как и потом и связь несколько лет осуществлялась когда люди там какие-то вопросы из этой изолированной среды получали еще и от нас они я не говорю что они там делали как вот мы там рассказывали но они имели теперь представление из той стороны и многие вещи мы могли мы собрали создали эту группу по быстрое реагирование по международным конфликтам и 40 конфликтов разрешили в москве то есть она по москве первое время должна была работать мы создали национальные секции мы создали группы мониторинга который отслеживали там сообщества конфликты мы создали провели учет чеченцев то есть по вузам везде сколько там они старших назначили везде то есть мы подтянули союз армян там азерос там других создали группы быстрого реагирования где не смешанные там за дружбу народов и всю чушь а где выясняли между кем идет конфликт и подъезжали именно представители и лидеры сообщества беседы своими исключительно земляками то есть конфликт между чеченскими и русскими там с чеченцами чеченцы беседу для мы только с русскими все мы это все разделили сразу и действительно там момент там адам делимханов там оказал то есть поддержку его бойцы подъезжали конфликты и мы их решали и очень много конфликтов тогда ушло в москве и эта работа я знаю им очень как бы ну на тот момент очень для них являлась нужны и необходимы потому что ведь когда происходит конфликт он же эта проблема местного ввд да они поезжают его быстро там разогнали людей да это что вспыхивает там через два часа там соседнем районе это уже их не интересует уже другой район их проблемы и он же не не решается комплексно если он не выходит вообще в топ там вот такого сми когда лично там кадыров лично президент азербайджана там встречаются этот вопрос вынуждены решать то на уровне таком когда его еще можно было порешать быстро нету вот этой структуры которая могла бы быстро решить потому что все замкнуты своих сообществах никто не поедет разговаривать там но тогда я очень хорошо понимаю почему власти на вас так так негативно отреагировала конечно мы фактически там занялись там мы их темой то есть но они этой темы не занимались и сами членцы говорят что так может быть в этом и была их позиция не заниматься этой темой потому что может быть может подпитывание вот этих локальных конфликтов не позволяет может власти выставлять разделяем вас туда классическая было очень интересно при поездке сми очень сми отслеживали эту сильную поездку и они очень там ждали какой-нибудь провокации потому что вот постоянно там я там был и информагентство звонили на этот момент гейлин там как у вас дела нормально вот едем туда-то едем кто-то встречаемся с тем-то не год не ну потом опять там перезвонить ну чё там все нормально да все нормально все эти ну хоть колесо может где-то взорвалось у вас там нет там это что-то было такое ну где-то ну где-то как-то там выкликнул может кто-то они именно ждали вот им нужен был там негатив он вот он тоже в топ яндекс попадал по саму поездку было не очень интересно да потому что я знаю кто курьера вода из администрации президента информационное это сопровождение я потом об этом узнал и установка была очень четкая то есть любая мелкая провокация должна быть сразу попадала в топ то есть там нужен был негатив и вот мы начали перед перешли чисто в практическую же линию то что я же потом еще в чеченском парламенте мы много чего там озвучивали делали мы там делали вышли по абортам у нас была работая там за поедание русскому народу государства образующий статуса когда парламент ченский поддержал нас то есть это нонсенс националисты поехали в чечню и добились чтобы чеченцы выступили за внесение изменений в первой статье российской институции о предании русскому народу государства образующего статуса это тогда же это президент заблокировал но люди там сказали там выгод хорошие ребята чем вам подарить искали я сказал вот хочу русским государства образующий статус нашу очередь там скале блин лучше ты джип попросил но а выгодит способных и документально всю работу оформить года заняли компанию через полгода на удивление мы повезли весь пакет документов что членские юристы даже запятой там не исправили потому что ну все был четко не гетну обещали давайте путин заруби нигде да да нигде вообще вот где мы глобально договаривались к чести кадырова нигде он свое слово не на уж ни в одном моменте а как все это воспринималось в негативу националистов а националисты по-разному у нас арбинии ничего не пострадал я тоже думал что будет какие-то брожения нет конечно там среди радикалов я был объявлен сразу врагом номер один там все демушкин там это все там кадыров чеченцы там куча демотиваторов там куча этой фигни всех пошло ну и чем мы же не для них работаем вы либо на русский народ ориентируйтесь либо то что вот это было невыгодно информационная знал сто процентов там но я знал что это самая большая услуга русскому национализму за вот десятилетия которые вот мы то сделали за шаг он должен был бы сделан но мы бы никогда буду стул бау ксенофобии не вытянули бы ни один федеральный политик никогда бы не взялся бы за это дело никто бы не легализовывал бы никто бы не берем открытых переговоров и на тот момент я знал что это обязательно надо сделать даже ценой там дискредитации и уничтожения нашего ну не уничтожения потери вот этих вот информационных принятие удара на себя как надо потому что люди должны брать ответственность то есть вы знаете что это так нужно вы должны это идти и делать потом это оценят после уже может быть данный момент там не все поняли но потом это сама люди поймут что это нужно было сделать вообще русскому национализму отказывали всегда в субъекте политики и вот в русским соленам хотели свести на уровень там каких-то там политзаключенных которые там совершали какие-то особо тяжкие преступления и потом садились либо их там убили при задержании вот такой пантеон героев сделали и вот это наши там русские лидеры ну какие лидеры чего русского народа нет с таким движением это вот фсб и всех это идеально устраивает такая концепция ну вот мы с диаспорами начали плотно работать когда они всегда удивлялись почему будет никто не приходит от русских и не заявляет свое право и не ставят какие-то вопросы ведь у русских нет самого главного субъектности то есть нету людей которые представляют русских нет их нигде нет ни на одном уровне даже в общественных советах вот мы все знаем кто представляет интересы татар до них есть глава у них есть парламент у них есть там лоббисты в думе там депутаты они бюджет там это пилит лоббирует в республиках кто там лидер чеченцев ингушей там ну знают все да они у них есть возможности это принципиальная позиция власти еще советского рима берут дать о представляет всех русских вот президент нету пристави всех россиян дума нет они приставят всех россиян кто предоставит русских где вот собирается при президенте общественный совет по и гувд общественный совет при праве Thinking москвы общественный советам сидят армяне азербайджанцы там эти те пятые десятые русских по сведенным и когда мы вышли там союз адыков был азиат азербайджанцев там были еще какие-то люди, они говорят, во, наконец, пришел человек, вот мне сказали, который готов ставить вопросы от русских. Они, может быть, не готовы там решать их, и там это как декларации, может, вы делаете. Они, конечно, очень болезненные, в том числе и для диаспор, многие вопросы самого русского народа и так далее. Но вы туда вошли, и вы их слушаете, и вы многие моменты можете уже решать, потому что раньше, как это выглядело у нас, там происходит конфликт где-нибудь, звонят и говорят, вот там столкнулись там русские, завтра там будут драться или вечером там с теми-то. Ну и что? И какой выход было решение? Собираете сумки, берете бит и ехаете. Варианта два. Либо этим людям вы потом будете возить передачки в изоляторы, потому что они туда поехали и забрались, либо будете возить им передачки в больнице, что им там с травматов шеи простреленные у кого-то, еще там что-то и так далее. Но формата нету, то есть решение вопроса. Но когда, извините, у вас есть возможность там лидеров, там, да, там есть конфликт, там, который где-то разгорается, и вы можете взаимодействовать с кадыровцами, еще с кем-то людьми, то, поверьте мне, это все решается очень быстро, в любой конфликт. Ни разу они, вот, при мне, во всяком случае, своих земляков не выгородили. Не по причине того, что им наплевать на своих земляков, а по причине того, что тот информационный негатив, который они получают от конфликта и республика, намного перевешивает значимость вот какого-то земляка, там, где-то заступаться за него. Поверьте мне, потому что вот Кадыров в свое время сказал такую фразу, если вы там, где-то случился конфликт, вы попали в СМИ, то вы уже виноваты, это он своим землякам сказал. Вы уже будете виноваты у меня. И многие вещи, действительно, он, если их с другой стороны давать, то, что конфликты они всегда с одной стороны видели, что приходили родственники и рассказывали там, как там бедного чеченца на прошли кое-не убедили. Вот он там ехал, никого не трогал, почти не стрелял никуда там из Течкина, и тут к нему подошли скинхеды, наверное, бить начали. А на деле начинаешь разбираться, там, извините, там все не так было. И вот этот момент, они, к своей чести, они разрешали, и действительно, там этих людей увозили, отправляли начать в республику, там, овец спасти, и все. Они там говорили, это в Москве больше не будет человека. В принципе, получается, что вот все вот эти локальные конфликты между диаспорами и разными народами, они, в общем, решаются нормальным диалогом, если бы этому диалогу никто не мешал. Да, конечно, мы не просили помощи, хотя просили нам, мы не знаем, что от власти попросили, это одного единственного представителя от ГУВД, любого, который просто бы немного бы, ну, координировал деятельность, когда вот мы едем на конфликт, чтобы там приехали мы, приехали эти, и не приехал там спецназ какой-то, чтобы там милиция не поняла, что происходит. У нас был один такой момент, когда отделение УВД, там, членцы, окружали одно, мы приехали этот вопрос решать, там с русскими был конфликт, и в отделении милиции там все перепугались и вызвали спецназ просто, поехал СОБР там и тоже стоял, не понимал там. Вот, и вот мы просто просили, чтобы был человек, которого мы могли просто поставить в курс, что там вот такая тема, пусть диаспоры приедут, и конфликт это разведут, и все. То есть он еще даже не случится, то есть он никуда не уйдет. Ну, не категорически, он говорит, не надо нам этого, зачем. Будут трупы, мы приедем, все нормально. А есть надежды вообще восстановить отношения с Украиной в каком-то обозримом случае? Сложно. Конечно, можно, но сложно. Кровь разделяет, как ничто. Там люди тоже провели как бы работу, когда огромные потери были, и в каждом селе, там, в каждом украинском деревне сходы народные, вот эти гробы носили, хоронили людей. Это мне присылали, это везде, там, региональные телеканалы, все транслировали, интернет, там, и все это было, как бы. Ну, тысячи людей, эти, они обычные как бы люди, они так же видят, как и здесь телевизор, и там тоже, и говорят, вот за что наших хлопчиков убили, и все. Здесь это все украинцы, сплошь, бандеровцы, фашисты, а там это сплошь москали, коммунисты, КГБшники, вот. И все, и тоже так же сознание ромается, и для самостийности, и для самоопределения. Ну, у них еще и там такие живые доказательства есть, да, территория потеряна, и война идет, и агресса втармис. И потом, как вы будете беседовать-то, конечно. Эти вопросы все можно было решать гораздо проще и по-другому. Ну, видите, они не могут уже ничего решать. Я сейчас с Просвирниным разговариваю, и вам не все говорят, что я был на Майдане, и, значит, там призывали резать русских. Я не был на Майдане, вот. Я больше скажу, что в 13-м году в Майке я русский, я во Львове, в Ивано-Франковске две недели жил, и никто меня резать не призывал. Я встречался там с мэром Львова и со всеми депутатами, и отличное было отношение. И даже в ЦМоскаль, вот этот ресторан, где там у них стоят казаки такой, оказалось, что у владельца еще еврейский ресторан через два квартала держит все фольклор. То есть я там заходил с деньгами, вот мы там хотим, у нас там 10 москалей, хотим есть все, там, цепросим все. Нет этого, там русофобии на этот момент не было. Она была первоначально, когда были вот эти процессы отделения, да, болезненные такие. Потом они ей наелись, подуспокоились. Не было там негатива. Не было ни одного человека, который во Львове со мной бы на украинской мове пытался поговорить, когда я начинал говорить по-русски. Если они видели, что ты россиянин, не было никаких проблем и в ресторанах, и в магазинах, и на улице. Там вы могли, мы постоянно там путались, там у Львов только в брусчатке весь. Мы постоянно там не могли куда-то доехать. Мы там останавливали постоянно каких-то прохожих и говорили, там, слушай, как там добраться туда? И нас смотрели, говорит, ну, вам там туда, налево, направо, там нельзя, ну, вам можно. Почему нельзя? Ну, там стоечка. Почему нам можно? Ну, вы, говорит, сейчас по стоечке едете. Ну, понятно. Вот мы так по Львову двигались на нескольких машинах и везде парковались, и жили там, и ели. И ни одного человека, мы с украинскими националистами всеми посвящались, там, с лидерами, со всеми там этими. Наоборот было. Больше скажу, что украинские националисты про нас знали почти все. Мы про них не знали вообще ничего. Вот приходили украинские националисты, которые говорили, вот там то, у вас вот этот, вот у вас там, вот Крылов, он умный, вот пока не начинает за это говорить. Вот там то, они какие-то наши там взаимоотношения с кем-то всё знали, блогеров каких-то. Ну, всё русское национальное движение, для них это было как своё, они всех знали. Мы же про украинское не знали нифига. Ну, абсолютно нифига. Да это опять же тоже самое про Свирнин. скажет что то что у нас значит правильные русские фашисты не значит проклятый украинский ну а кто просвернил сам вот он постоянно просвернил такой явлинский от национализма все же сидит и что-то критикует там сопли жует у вас все неправильно вот русский марш у вас 25000 но он не такой вот у вас там вас картинки не те шрифты не те у вас там это такой сказать слушать ты провел свою жизнь вообще сделал вот что ты сделал кроме своего же организации нет единственный митинг который за всю жизнь просверлен попытался сделать там свис вы по моему там вышло 50 или 100 зигометов которые там бегали зиговали блин по которым постоянно критикуют на русском марше все на этом полный банкрот все от рассуждения общее да хорошо рассуждать что ты сделал поэтому блогеры это все хорошо это все там можно обсудить там демушкин плохой демушкин не надо было чечне уехать демушкин там надо было там новороссию там воевать демушкин это да это все замечательно но это же мы там должны были делать а он был бы отсидел по и комментировал бы тут все то есть это его важная такая роль комментировать он умный да ну может умный я не знаю но мне это никак не помогает жизнь тушу ну хочешь иди бери он автомат беги и воюй он же не хочет поехать собирал на бтр я собирал отлично увидите у да вот а потом пусть он мамки это объяснит за что там сыночки полегли там кого они там это в какой они там русский место там тезис такой что вот была укранизация русский язык статус ой они всегда говорят я такой чудо на поехали они гейт мы горит это там статус русского языка прижимали я такой ухты ну как учетом русских спасли там все разбомблено все развалено все тысячи человек десятки погибло зато за статус русского языка мы теперь может быть там спокойно зачем чё ехали тё спасли такого в итоге там миллион беженцев там к миллион там местом 4 миллиона помна несколько было чем миллион кому осталось ничего спасли и в итоге чего она к россии пришло не там явно власть дала понять что ничего дома оси не будет но и крикла там местные должны идти с бандами с этими во главе жить там какие не признаны республики где там у тебя завтра могут все отнять и так далее ничего никто не хочет этого поэтому просто обманули всех и все еще и зачистили сколько там людей то полива там тезис такой что вот смотрите в крыму то все хорошо потому что в россии победила но а здесь еще не победила она это здесь победила чего не эти вот обрывки не не самая да потому что это был изначально буфер по возглядке на отъема крыма сжатия все буферная зона которого должны были слить потом этой с этой нестабильностью туда-назад за то чтоб не лезли по вопросу крыма а почему такая готовность вот в этих кругах была воевать и значит за русское население на украине но за русскому себя в россии вот я им постоянно его выходить и побывать за русских начните в москве зачем туда ехать вот здесь вот замужскую за картинку за русскую власть сажают в тему зачем вам ехать за русскую власть воевать в украину вот я здесь попробуйте вот вы гейте вот гейте или играет вот там чей там крым я глача россия путинская не могу ваша тогда ну если вы скажите она наша но тогда вот меня в вашей россии сажают русских здесь притесняют за русскую власть русский мир это ваш исключительно вне границы и туда все только там вы можете сражаться тоже здесь вас москве в питере барнауле посадят за картинку за русскую власть все такая какой тогда русский мир вы строите здесь власть не признает русских никаких нету на это звучит ответ что путинская власть она типа временная россия на навсегда и вот этот русский мир он так путинская власть во именно весь дальний восток сейчас сольет и результате этой вот всей деятельности политики россии может развалиться потеряете в целую страну а вы куда смотрите туда ну а здесь вы все по тора титул опережающий развития был единственный тогда кто боролся от объединения русские кто боролся тогда с этими законами территориями опережающими развития огромнейшие территории намного больше крыма отдавались китайцам на 49 лет в один же остров посередине хабаровск да все это огромный да я отдавали земли почему-ка финляндии там уступки были почему к китаю земли отдавали почему эти люди там не не кричали там за русский мир то почему сейчас дальний восток от 5 миллионов человек там это сегодня китайцы туда пойдут там это будет просто несколько брестских крепостей это не будет они там за две недели до новосибирска дотопают все там не меч там людей нету все там китайцев сегодня уже больше там движение переселения на амур в китае 100 миллионов человек мало кто знает об этом там провинции китая а помните эту закон о раздаче гражданства после которого вот я тоже мы были единственные кто прочнее воевал они его маниакально пять раз вносили закон почему в карте российской империи каждый раз моего в думе ну там да спасибо кстати многим депутатам мы там маним нилов там еще там действительно они тоже понимали моим объясняли ситуацию намного поправок внесли кстати тогда они маниакально впихивали раздача гражданство бывшим соотечественной российской империи мы все думали ну ладно советский союз еще ну понятно что не всю российскую империю толкают мы открываем карту сразу ну да польша ну что там много желающих что ли у нас или в финляндии много желающего войти получить гражданство мы посмотрели две провинции китая 140 миллионов человек входили в российскую империю они вот для чего для закон толкали я кучу они маниакально постоянно эту российскую империю прописывают они советский союз это реальные люди которые закладывают мину для отъема дальнего востока то есть чтобы могли на 49 лет отдают территории китай имеет право защищать охранять экономические свои интересы а ввозить туда рабочую силу без согласования с местными органами власти то есть фактически их заселять забирать а потом просто это ну как они провести референдум да не вопрос праве тут все проголосуют за отделение чего не будут говорить нет это за феррину мне не этот самый нелегитивен ничего у вас крыму все получилось там все ли легитимное дальний восток также проголосует китайцы проголосуют войдут и проголосуют и местные скажут им проголосуют все так как же уживается вот в голове вот этого танца него не убедят жители кольцовских островов проголосовать за вхождение в японию в кольцовские острова не маленькие и маленькие убедят как только вы станете слабенькими с этими войнами со всем миром со всем миром воюете сейчас то сразу вас начнут делить то что вы сейчас ослабляетесь вы сейчас попали под санкции вы нихрена не производите не делаете я смотрел закрытую суду бюджета когда в думе рассматривается там беда нефть газ металлы там лес локально какие-то эти там минералы тогда все вы нихрена не делаю как индейцы когда знали с колокольчиками поезжают с айфончиками к вам белые люди а вы за это золото там пряности все там все что им нужно отдаете на вот сейчас то же самое зеркальце колокольчики вы ничего делать в этом стиральную машину сделать не способны не микроволновку не фотоаппарат не телефон ничего тоже покупает мир ничего не делаете не машину только оружие умеете делать это вот и как добиться чтобы власть в стране наконец стала национальной она должна быть конкурентной то есть вернуть конкуренцию если она как вернуть конкуренцию вот я сейчас скажу сменить правящий этот курс вот сразу это статья они сейчас выбирают между плохо еще хуже конечно они залезли в украинский капкан не знают как с ним был скинуть они бы уже и рады бы отдать но не могут потому что там уже не выгодно никому и киевским властям не выгодно это забирать к себе из да и западные партнеры мне дают эту ситуацию вечной напряженности она всех устраивает вот это вот и они там залезли и собственно расселения туда и суда и везде они везде залезают и мем потихонечку вот они говорят там вот там запад там воюет и так далее не воюет с вами еще запад нигде не воюет пока есть просто вот эти вот какие-то ограничительные флажки там вы посмотрите все эти санкции но они там фигня ну чё-то ну расширили санкции там внесли еще пять компаний там каких-то там там еще там пять человек каких записали там друзей путина ну что еще санкции что там если вы посмотрите масштабно никто не воюет ну уже потихоньку они копятся копятся эффекта к синергически есть что многие уже компании считаются там токсичными просто там не имеют дела там ограничивают бизнес инвестиции все и так далее но по большому счету с вами то не борется если запад реальные санкции надо ввести найдет какие санкции отвести надо всего-навсего открыть достать все счета российских политиков и чиновников поедевить их спросить на какие деньги буду считать 30 лет чиновниками они стали долларовыми миллионерами миллиардерами все эти друзья объявить их в интерпол как люди которые занимаются отмывом средств незаконно нажитых путем и непонятно откуда взятых и объявить их в интерпол в розыск всех вот этих чиновников и открыть это все вот покажите вот давайте все счета вот достанем там рал гугиных там всех друзей и так далее вот это уже санкции каждый чиновник здесь знает что завтра он уйдет с должности или изменится ситуация к нему пойдут ребята из фейсб или к его детям и скажет так бизнес продать переписать отдать ну или в сизо сначала посиди а потом все это по списку . сначала было со всеми бизнесмены в школу и они все очень хорошо понимают что здесь это быстро денег заработать и нахапать но жить они хотят в правовом поле где к ним никто не пойдет и не отнимет то есть там на западе поэтому они всех своих детишек туда и отправили на запад поэтому они выводят все свои капиталы за прошлый год два с половиной раза уже за этот год очень увеличил вывод почему-то даже все они понимают что если сейчас начнет здесь трещать денег нету их пойдут собирать искать отнимать кооператив озеро там с 500 до 300 потом до 100 может сократиться будут есть и они понимают что быстро выкинуть максимальное количество денег вложить и убежать поэтому и детки и семьи и дома уже там зачастую всех этих чиновников поглядите список самых ярых патриотов кто громче всех кричит в думе сто пудов дети и семья на западе вот сто процент помод список был где кто живет нету детей в россии больше всех за патриотизм кричит кто и пятая колонна оппозиция вот кто больше кричит уже все дома то владимир славьев в италии и не только там железняк там и мы там весь этот список авторе все все там все у нас бамы патриоты вот она крипто колония патриоты россии вот скажите мне если у вас все бабки на западе у вас яхта в монако если у вас дети учатся в англии вот как вы можете вообще быть независимым политиком и патриотом россии вот выглядит приходит к нам фейсбэй на нас давит а вот им не могут там намекнуть когда они ездят в черногорию там или свои гостиницы в болгарии проведать или еще где-то в испании слышь чувак да тут все проще говоря не смешите мои скандеры куда не скандеры будут запускать до собственные или вот у вас здесь 500 миллионов долларов мы до случайно нашли на счету вы нам расскажите если вы за свою жизнь никаким бизнесом не занимались а были чиновников с конца 90-х годов или с конца 80-х со смольного еще многие расскажите нам от бабушки досталось откуда бабки все предъявляем вам конкретно бабки поезжаете интерпол виза арест все счета незаконно добытой отмывания все в америке можно получить там 250 лет все чего вот видите это вот не знаю дядька какой-то дал попросил пусть у тебя полежит это как раз вот все кто кричит громче всех и патриоты россии они как раз оказываются первыми людьми которые будут потом работать против россии ну когда уедут поэтому нет никаких сомнений в этих ребятах патриотах можно в таком случае надеяться что все-таки это дойдет до сознания широких масс населения или хотя пассионарных групп населения что они все-таки русский мир начнут строить не но чем на восточных территориях украины вы не просто надеетесь вы же делаете сейчас вот мы сидим и рассказываем людям правду за которого нас будут потом бить больно вы даже дальше идете вы вот многие поняли но молчат сидят а мы вот сидим с вами рассказываем это же передачу смотрят и все те силовики которые постоянно мне у там с теми даже с теми не дружи туда ходи туда не ходи смотрят они же потом это вот опять надо провести пять воспитательных бесед задержание там обыск там не знаю еще что то посадить его на 15 суток там чем тут всякие интервью раздает ходит надеюсь все таки моя передача не будет такой эффект иметь на вашу судьбу по крайней мере у меня в гостях был политзаключенный лидер русских националистов бывший политзаключенный лидер русских националистов дмитрий демушкин ставьте лайки подписывайтесь на канал присылайте криптовалюту если он нравится что я делаю до новых встреч спасибо большое дмитрий мне очень понравилось очень-очень понравилось